Махачкале 13.45 в студии Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шерепат Шульгина. Доброго дня. Новости. Сегодня глава Дагестана вручил государственные награды участникам специальной военной операции. А накануне провел встречу с членами семьи участников СВО. До ее начала Сергей Меликов почтил память военнослужащих, отдавших жизнь за родину, возложив цветы к их портретам. В ходе встречи близкие военнослужащих озвучили свои вопросы главе региона и членам правительства. Руководитель республики заверил, что все они будут проработаны и взяты под личный контроль. Большое количество дагестанцев ушло из жизни, но все они ушли по тому пути, по которому не каждому доведено уйти из жизни. Они ушли, защищая родину, они ушли, защищая страну, они ушли, защищая всех нас с вами. И обеспечивая то, что мы сегодня с вами можем, как я уже говорил, выстраивать и реализовать планы на будущее. Абдул Муслим Абдул Муслимов с рабочим визитом посетил Хасавюрт. В рамках поездки он осмотрел несколько социальных объектов, школы и текстильные предприятия. Развитие города в экономическом и социальном плане является важнейшим направлением работы правительства республики. О том, как она проходит в Хасавюрте, расскажет Даниил Исаев. В рамках поездки он ознакомился с работой двух текстильных предприятий, руководители которых давно ждали премьера на осмотр и оценку производимого товара. Одна из них за пять лет работы довела обремопроизводство до 300 миллионов рублей в год. Фабрика «Кора Холм» начала свою работу в 2019 году с единственной швейной машинки. Здесь производят домашний текстиль, а с недавнего времени приступили к производству упаковочной продукции. Оборудование производит одеяло, самые простые одеяло, самые дешевые. Она стоит 500 рублей, но на рынке Москвы, Иваново они очень дороже. У нас идет основной Москва, Пятигорск и Иваново. И есть поставки Казахстан. Фабрика «Лавантель» занимается постельной принадлежностью, средствами индивидуальной защиты, а также продукцией для военнослужащих СФО. Предприятие выполняло и госзаказы, в частности для обеспечения медучреждений в период пандемии. Объем производства за 2023 год составил около 128 миллионов рублей. Продукция предприятий востребована как на территории России, так и в странах СНГ. Ткани мы приобретаем в Иваново, наполнители, волокно, госпрусталь, джигута. Все наше. Абдумуслим Абдумуслимов посетил и несколько социальных объектов. Глава Кабмина осмотрел аварийный корпус 17-й школы города и проверил ход строительства нового образовательного учреждения на 1150 ученических мест. В этом году там строительные работы не завершат, пускай сделают качественные строительные работы. Бахтер Магонирович там должен быть, когда заходит, например, любой человек, не представитель правительства и не какой-то чиновник. Просто простой обыватель заходит, он должен видеть график строительства, где какая работа проводится, в какой период. Со статистикой о введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждений за прошлый год на совещании выступил глава администрации города Хасавюрт Каргалий Каргалиев. Завершено строительство и введен 1 июля 2023 года новый детский сад «Родничок» на 200 мест. На стадии оформления документации для передачи муниципалитету новый детский сад на 120 мест. В 2023 году было включено программу капитального ремонта детский сад «Березка» с объемом финансирования 16,4 миллиона рублей. В работе завершены объекты введен эксплуатацию. Премьер отметил, что подобный рабочий визит будет не последним. И развитие города во всех сферах является важнейшим направлением работы для правительства республики. В преддверии Дня защитника Отечества в Музее боевой славы вручили первые паспорта гражданина Российской Федерации 14-летним школьникам со всего Дагестана. И здесь же в Музее для активистов движения «Первых» провели экскурсию по новой выставке «Быть бдительным», которая рассказывает о подрывной деятельности западных разведок с целью развала России. В атмосферу экспозиции окунулась и Патемат Сулейманова. По традиции церемония проходит в торжественной обстановке. Выносят флаги, звучат гимны, участники дают особенную клятву Родине. Ребята обещают хранить верность России, быть достойными гражданами, преданно служить Отечеству и делать все для ее процветания. «Трудись на благо моей великой Родины и ее многонационального народа». Шаг во взрослую жизнь сделали школьники, которые отличились в учебе, спорте, творческой и волонтерской деятельности. Сегодня они осознают свою связь с великой страной, ее культурным и историческим наследием. «Государство, Родина и мать родителей – это одно и то же. Иногда, когда трудно бывает, мы сливаем эти два символа и называем Родина-мать». Вручение паспортов прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России». Теперь перед школьниками открыты новые возможности для реализации своих идей. «Мы планируем в рамках акции в эти дни раздать не менее 500 паспортов. Вообще за почти уже год реализации акции в Дагестане свои паспорта в таком необычном торжественном формате получило не менее 5000 детей». После торжественной церемонии ребята приняли участие в еще одном важном событии – открытии новой выставки, подготовленной Национальным музеем Дагестана. В стенах его филиала «Музей боевой славы» представлен материал того, как десятилетиями разведка западных стран пыталась и пытается развалить Россию. «Посмотрите, Российская республика, республика Коми, Якутская республика, Сибирская республика, Алтайская, Тувинская. Вот, значит, что они хотели сделать». За основу выставки был взят редкий альбом наглядных пособий «Быть бдительными», опубликованный в 1963 году. Издание рассказывает о приемах и методах подрывной деятельности иностранных разведок на территории СССР. Посетители выставки смогут открыть для себя много интересного из мира шпионов – от самолетов, разведчиков до ручек пистолетов. «Мы этот альбом дополнили современными событиями о том, что происходит сейчас в нашей России, какая ведется политика с западными государствами по развалу России и о том, какие меры предпринимаются руководством нашей страны по обеспечению безопасности нашего государства». Посетить выставку в Музее боевой славы можно будет до 1 апреля, а уже после экспозиция будет представлена в школах и вузах республики. Новогодние чудеса продолжаются. Судебные приставы Дагестана исполнили желания сестер из Каспийска. Десятилетняя Зайна получила роликовые коньки, а её старшая сестра – спортивный велосипед. Как отметила мама девочек, её дочки уже третий год участвуют в благотворительной акции «Ёлка желаний». К сожалению, в прошлые годы остались без подарков. В этот раз звонок от сотрудников Республиканского управления судебных приставов стал для них долгожданным приятным сюрпризом. По сообщению Дагидромедцентра сегодня на юге республики местами небольшие осадки в виде дождя и снега. В отдельных горных районах утром туман. Ветер юго-восточный – 5-10 м в секунду. В горных районах северо-восточный – 5-10 м в секунду. Температура воздуха – 1,6 тепла. По горным районам – от 0 до 5 тепла. В Махачкале – без существенных осадков. Ветер юго-восточный – 5-10 м в секунду. Температура воздуха – 3,5 тепла. Вода в море – 7 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok